Здравствуйте! Вы смотрите новости телеканала САМПО ТВ 360. В студии Наталья Кузьмина. И вот главные темы выпуска. Умолимся Богу, чтобы Господь услышал наши молитвы. Карелия скорбит со всей страной по погибшим в Кемерово. Все это в конечном итоге направлено на контроль тех расходований, тех бюджетных средств. Пресечь незаконное использование казенных денег. Министерство финансов подписало соглашение с прокуратурой республики. До 27 лет по своему желанию он может пройти медицинское пересвидетельствование. Если только захотеть, ограниченно годных к службе в армии смогут взять вооруженные силы. Сегодняшний день, 28 марта, объявлен днем общенационального траура. Вся страна скорбит по погибшим страшной трагедии в Кемерово. Жители Карелии вместе со всей Россией почтили память усопших. Тысячи цветов накануне возложили на камень скорби на набережной в Петрозаводске. И сегодня люди продолжают приходить туда и приносить цветы, игрушки и зажигать свечи. Мы молимся Богу, чтобы Господь услышал наши молитвы и даровал всем погибшим трагедию в этой страшной, вечную жизнь в Царстве Небесном, чтобы души их обрели блаженный покой. В любви с Богом, со Христом, со святыми, со сродниками. Будем молить Бога, чтобы Господь им даровал райский обитель. Благословит Бог на святой ныне и прииск наиловеки, и все, и все, и все. Ветхим по святей исцелением ищи наши имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава отцу и святой, святому духу и ныне и прииск наиловеки, и любовь аминь. Отче наш, и жи и си на небесе, когда светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твое, ехо на небесе. Генеральная прокуратура поручила провести проверки торговых центров по всей стране. Они были инициированы после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека. В Карелии прокуратура начнет проверять крупные торговые объекты уже сегодня. Все объекты, которые и в Петрозаводске, и в районах, их всего 36, которые обозначены для проверки, будут проверены работниками прокуратуры вместе с специалистами МЧС. Вот такие масштабные проверки у нас проводились в 2015 году после пожара в торговом центре «Адмирал» в Казани, помните, да, в марте 2015 года был пожар, мы такие. И вот наши основные большие торговые центры тогда выявлялись и отдельные нарушения, которые тогда были ими устранены. И все равно три года уже прошло, посмотрим еще раз. И, безусловно, будут приняты все меры, чтобы исключить все возможные последствия для негативного воздействия на жизнь и здоровье наших граждан при посещении этих объектов. А теперь к другим темам, коротко. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По инициативе Министерства финансов сегодня в прокуратуре Карелии было подписано соглашение между министерством и надзорным ведомством. Оно предполагает обмен информацией, организацию совместных контрольных мероприятий. Все для того, чтобы пресекать незаконное использование бюджетных средств. Если говорить о конкретных делах, то уже с ноября 2017 года Министерство финансов Республики Карелия провело четыре контрольных мероприятия по проверкам, проводимым прокуратурой Республики Карелия. Все это в конечном итоге направлено на контроль тех расходований, тех бюджетных средств, которые у нас в том числе будут поступать при реализации ФЦП, федеральной целевой программы к столетию Республики и по другим направлениям. В Карелии и Мурманской области отремонтируют почти 350 километров федеральных дорог в этом году. Основные работы по строительству новых участков ведутся на автодороге Сартовала. В этом году завершаются строительно-монтажные работы на 19-километровом отрезке. Новая дорога обойдет населенные пункты Крош, Назеракуч и Зерайщекила, увеличив тем самым пропускную способность трассы. Идет строительство еще одного участка автодороги в Лахденпохском районе. 15 километров новой трассы планируют сдать в 2019 году. Капитально отремонтируют и участок в 19 километров автодороги Р-21 «Кола». Кроме того, продолжается капитальный ремонт подъезда к международному автомобильному пункту пропуска Верцеля. К концу года будет открыто рабочее движение по первым отремонтированным 15 километрам. Если очень хочется, то можно. Ограниченно годные к службе в армии молодые люди смогут пройти медицинское переосвидетельствование по собственному желанию. Об этом в преддверии очередного весеннего призыва рассказал военный комиссар республики. Если врачи изменят свое решение, то комиссия переведет призывника из запаса. Про итоги прошлой и цели грядущей призывной кампании расскажет Эдуард Тур. Уже традиционно перед началом призывного сезона проходят специальные методические сборы. На них приходят местные власти, представители комиссии и врачи. Цель – обсудить итоги прошлой кампании и решить возникшие проблемы. Как сообщили на встрече, всего по итогам осеннего призыва в Карелии на срочную службу отправились 600 человек. В этом году военкоматы могут помочь и тем парням, кого до службы не допустила комиссия. Есть категория граждан, получивших ограничения по состоянию здоровья и не подлежащих призыву. Если этому молодому человеку возраст позволяет, то есть ему до 27 лет, 27 лет исполняется в конце этого года, в следующем году, то есть он до 27 лет, по своему желанию он может пройти медицинское пересвидетельствование, если он будет годен к военной службе, он будет подлежать призыву на военную службу на общих основаниях. В 2017 году для обладателей высшего образования у армии было выгодное предложение. Призывники этой категории могли самостоятельно выбирать, проходить срочную службу, либо предпочесть два года по контракту. Для 50 карельских призывников с профессиональным образованием второй вариант показался более привлекательным. За проделанную работу в целом республиканский военкомат поблагодарил заместитель главы Александр Пшеницын. Особенно отметил районы, но были и претензии. Осенний призыв 2017 года в республике прошел без нарушений законодательства и наряд выполнен в полном объеме. Хотел бы отметить качественную работу по призыву в Лохденпокском, Медвежегорском, Пудожском, Пряжинском, Прионежском и Сартовальском муниципальных районах. Ниже своих возможностей отработал военный комиссариат в городе Петрозаводске. Прошу обратить внимание на организацию работы и направить свои усилия на улучшение ситуации. В этом году военкомату предстоит набрать 800 призывников в возрасте до 27 лет. Официальная кампания начнется 1 апреля и завершится к 15 июля. Эдуард Тур, Александр Борисов, САМПО ТВ-360 Боевые самолеты тренируются над Ладогой. В Карелии проходят учения истребительной авиации «Ладога-2018», в которой участвуют 50 экипажей боевых машин. Пилоты объединения ВВС и ПВО на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27, за время учений проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают элементы воздушного боя. Учения проходят успешно. Продолжаем осваивать новейшую авиационную технику. Пуски выполняются штатно, техника работает в штатном режиме. Я это делаю не в первый раз, поэтому, в принципе, все было штатно. Это нормальная работа летчика и истребителя – пускать ракеты по воздушным царям. Летчики будут совершенствовать новые обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. Проверяются все системы, все важно, никаких малейших упущений не должно произойти. Все проверяется, все оборудование, все системы на высшем уровне. Во время учений летчикам предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую доземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели. Запуски воздушных мишеней будут осуществляться в самолетах Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. При этом будут использоваться авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды с отцветящимися элементами. И это вся информация к этому часу. Берегите друг друга и до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...